В 13.07 в Кирове начинается программа «Особое мнение». Я научена, я приветствую слушателей, говорю здравствуйте гостю нашей студии Андрею Усенко, представителю Кировской области в Общественной палате России, вице-президенту Вятской торгово-промышленной палаты, ну и члену Общественной палаты Кировской области. Андрей Леонидович, здравствуйте. Добрый день. Так, ну давайте так, мы сначала все-таки начнем, наверное, с вас, как с представителя торгово-промышленной палаты, потому что тема важная, тема касается бизнеса, тема касается денег. Насколько я понимаю, грядет массовая переоценка объектов недвижимости, коммерческих объектов, да, это может сказаться на предпринимателях в первую очередь, кому-то из них придется, возможно, платить больше налогов. Вот, время пока есть, такой небольшой люфт, не знаю, там год, полгода он, да, у них, на то, чтобы каким-то образом обеспокоиться этим вопросом и, возможно, платежи свои как-то подкорректировать. Вот, давайте подробности. Да, мы темой кадастровой стоимости имущества занимаемся достаточно долго, собственно говоря, с того момента, как возникла на федеральном уровне инициатива аналогообложения, исходя из кадастровой стоимости, ну и, в общем, все идет к тому, что постепенно, так называемая, электризационная стоимость будет исключаться из обихода и из употребления, все объекты будут обладать кадастровой стоимостью, которая, по идее, изначально должна была, так скажем, быть приближена к рыночной и отражать рыночную стоимость имущества и соответствующим образом корректироваться. Но вопросов с этим было много и вопросов было очень много у физических лиц, которые получили кадастровую оценку раньше. Были вопросы, которыми мы занимались у юрлиц. Настолько острой была тема, что даже в послании Федеральному собранию президент страны достаточно четко поставил задачу, было прямо сформулировано то, что кадастровая стоимость не должна превышать рыночную. Соответственно, сейчас уже принято соответствующее законодательство, которое регулирует эту тему. Мы продолжаем заниматься и действительно серьезные изменения сейчас грядут. Андрей Леонидович, давайте, прежде чем об изменениях, все-таки поясним. У нас сейчас собственники объектов коммерческой недвижимости, как они платят налог за земельное участие? У нас сейчас в течение двух лет собственники помещений, зданий площадью свыше 2000 квадратных метров, основным назначением которых является торговля, офисные здания, общепит... Ну, такие высокодоходные, да, сферы? Как предполагалось, высокодоходные, но не всегда это на самом деле так. Они платят ставки 1% налог от кадастровой стоимости. Это как раз одна из главных историй, которой мы в свое время занимались, совместно с законодательным собранием, с правительством области. Максимальная ставка разрешенная федеральным законодательством 2%, но, в общем, понимая, что не те времена для серьезного увеличения налоговой нагрузки, нам удалось вот уже там на протяжении третьего года в таком конструктивном взаимодействии, объясняя эту ситуацию, вот ставку сохранить на уровне 1%, что является, в общем, достаточно приемлемой, особенно по сравнению с другими регионами, где ставка зачастую как раз максимальная. В следующем году, в 2019-м, те изменения, о которых я говорю, произойдут, мы надеемся, что ставка сохранится, но изменится... 1%? Да, ставка 1%, мы надеемся, что она сохранится, и такие заявления, собственно говоря, были сделаны заранее в прошедшем году. Но государство изменило правила проведения кадастровой оценки. Если ранее ее делали отобранные по конкурсу частные оценщики, то теперь создано государственное бюджетное учреждение... В Кировской области? ...во всех регионах, в каждом из регионов... У нас она называется... У нас она называлась «Вятка кадастр при создании». Сейчас, с 1-го августа, насколько я помню, оно объединено с бюро технической инвентаризацией, имеет общее название, собственно говоря, с объединенной функцией. И теперь уже государственное бюджетное учреждение будет заниматься определением кадастровой стоимости имущества. Те объекты, которые уже были оценены и платили налог с определенной суммой, их тоже будут переоценивать или нет? В 2019 году будет проведена полная переоценка... Всего? ...всех объектов коммерческой недвижимости и земельных участков. Соответственно, в 2020 году мы получим новую налогооблагаемую базу, которая будет тем или иным налогом облагаться. Либо поставки там 1% в случае, если попадает соответствующий перечень, либо поставки там установленной на тот момент законодательства. Мы опасаемся в определенном роде... Мы это торгово-промышленная палата и бизнес. Бизнес, да, и общественное объединение. У нас есть определенные опасения, что вот такое проведение переоценки кадастровой стоимости со стороны государственного учреждения будет ориентировано в определенном смысле на максимальную... На получение прибыли. Да, на максимизацию этой стоимости с целью увеличения налогооблагаемой базы. Мы находимся в хорошем, таком конструктивном диалоге с курирующим органом исполнительной власти, с Министерством имущественных отношений. И с их стороны, в общем, видим понимание того, что завышение кадастровой оценки приведет и к серьезным последствиям с точки зрения состояния бизнеса, но и вызовет, естественно, массу обращений относительно оспаривания этой стоимости. Поэтому, вроде как, такой задачи не стоит, максимизации. То есть люди готовы оценивать реально? Да, но надо понимать, что рыночная ситуация тоже меняется. Стоимость недвижимости, там, несколько лет назад и сейчас различается. Значительная причем, да. Еще через некоторое время она будет, опять же, отличаться. Поэтому это такая достаточно живая ситуация, которую надо регулировать. И здесь уже речь идет не об оценке, там, в течение раз в пять лет, а все-таки о более, там, частом, частой актуализации этих данных. Почему мы занялись этим сейчас, хотя, там, налогооблагаемая база изменится в 2020 году только? Потому что у предпринимателей сейчас и по законодательству, и по позиции нашего министерства, и бюджетного учреждения, есть возможность скорректировать те данные недвижимости, которые есть у государства. Но мы столкнулись с целым рядом с ситуацией, когда... Я прошу прощения, а Вятка Кадастры, ну, вот это вот учреждение, которое на базе Вятка Кадастры БТИ создано, оно будет руководствоваться какими-то уже имеющимися документами? То есть оценка уже проводилась, есть какие-то данные, год постройки, статус там и прочее? Да, они будут брать информацию как раз из государственных источников, то есть кадастровый, реестр, собственно, когда там кадастро объектов недвижимости, сведения налоговые, где указаны тоже эти объекты, то есть они стараются объединить максимальное количество. Почему с бюро технической инвентаризации объединяется? Потому что у них тоже есть определенный массив информации, которые они будут объединять. То есть на каждый объект они выходить не будут, смотреть и что-то там записывать нет? Речь идет о десятках тысяч объектов, и, конечно, будет проводиться так называемая массовая оценка, не подразумевающая индивидуальный осмотр и определение стоимости каждого конкретного объекта. Но если предприниматель понимает, что кадастровая стоимость его объекта или участка может быть указана выше, чем сейчас, чем реальная, то он имеет право обратиться каким-то образом и вызвать этих оценщиков? Мы крайне рекомендуем ему обратиться в это очень бюджетное учреждение для того, чтобы, собственно говоря, проверить, какая информация о его объектах там находится, потому что есть ситуации, когда объект уже достаточно давно демонтирован и отсутствует физически в реестре, он до сих пор числится и, соответственно, будет оценен и будет начислен налог. И потом он будет бегать с этой платежкой и не знать, куда ее девать? Нет, он будет должен ее оплатить, потому что по бумагам объект существует. Либо же, и это еще большее количество случаев, потому что в очень большом, очень большой процент сооружений, зданий не имеют детальной информации о своих характеристиках. Вот постройки, материал стен, сопряжение с другими объектами. В таком случае могут использоваться данные, несоответствующие фактически, и, условно говоря, там объект 50-го года постройки будет оцениваться, как будто он построен там в 2015-м, что, соответственно, очень сильно повлияет на его кадастры и стоимость. Бардак какой в бумагах, я вам скажу? Ну, к сожалению, да. Несмотря на все ресурсы, которые наше государство там создает информационные, несмотря на все деньги, которые в это создание там вкладываются, состояние баз данных, информации и о гражданах, и об объектах, оставляет желать лучше. Мы с этим сталкивались и по физлицам, когда люди получали уведомления о налогах либо за несуществующие объекты, либо за объекты площадью вместо квартиры в 50 квадратных метров, площадью в 500 квадратных метров, и ничтоже сумняшись государственным органам направляли эти уведомления людям. Поэтому здесь, учитывая то, что есть достаточно большой промежуток времени, чтобы этим вопросом озаботиться, мы настойчиво рекомендуем предпринимателям, бизнесу сверить с госорганом информацию о своей недвижимости, дабы избежать вот таких последствий. Как это можно сделать? Есть сайт государственного бюджетного учреждения «Вятка Кадаста», он так в английской транслитерации и пишется, но я думаю, что поисковая система по такому вопросу сразу ссылку выдаст. На сайте указаны все контактные данные. Мы договорились с министерством, что такие обращения будут отрабатываться и приниматься во внимание. Так, я, насколько понимаю, будет еще определенное количество образовательных таких или разъяснительных мероприятий, что-то вроде семинаров, которые вы совместно проводите. Да, мы договорились опять же с министерством, с бюджетным учреждением о том, что один круглый стол уже состоялся, на котором мы рассказали о тех изменениях, которые планируются, и показали механизм, скажем так, урегулирования возможных спорных ситуаций. Мы планируем там в течение осени провести еще нескольких таких столов по отраслям. То есть там торговля, промышленность, девелопмент. И по каждой из отраслей уже, так скажем, специализировано дать информацию о том, что, каковы принципы, каковы алгоритмы проведения кадастровой оценки в этой отрасли будут, по какому алгоритму будут оцениваться объекты, каков будет возможный механизм вот этой корректировки или оспаривания, ну и, собственно говоря, вообще проинформировать бизнес об этом. По списанию семинаров? Будет объявление на сайте торгово-промышленной палаты, ближайшие, 29 августа, это по сфере торговли, соответственно, там торговые центры, большие торговые помещения и те предприятия, которые, ну, скажем так, девелопментом в этой сфере занимаются. Вперед все на семинары смотрим, чтобы не было потом необходимости бегать по судам. Андрей Юсенко, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты и представитель Кировской области в Общественной палате России в нашей студии. Мы прервемся на полминуты и вернемся. Андрей Юсенко в нашей студии со своим особым мнением мы продолжаем, но, наверное, сейчас к вашей общественной деятельности в некотором смысле перейдем. На этой неделе завершается формирование нового состава Общественной палаты региона. Я так понимаю, что будет в пятницу некое мероприятие, на котором оставшаяся часть претендентов на 16 мест в Общественной палате будут себя презентовать перед уже избранными 32 членами нового состава Общественной палаты. Вся эта презентация будет... Это такая штука вроде экзамена какого-то даже, да, там, или собеседование, но такая массовая. То есть люди еще и опыт публичных выступлений должны будут продемонстрировать, как это будет. Ну, это один из важнейших навыков общественного деятеля, поэтому, собственно говоря, им надо обладать. Так. Это пятница? Это пятница, 17 августа, да, состоится процедура избрания третий-третий состава Общественной палаты, четвертого созыва. И действительно, на данный момент бюллетень для голосования, там, включено 26 кандидатур, из которых предстоит рейтинговым голосованием представителям первых, двух, третий, избрать 16 представителей общественных объединений, третий-третий. Чуть меньше, чем два человека на место конкурса, получается. Да, потому что изначально, могу это сказать, изначально количество заявлений как раз соответствовало конкурсу «Два человека на место», но ряд заявлений были отклонены. Главная причина – это то, что выдвинувшая их организация по статусу не соответствовала законодательству, потому что в третью треть могут выдвигать только местные общественные организации, то есть статус именно местный. А вот это большая проблема, судя по тому, что пишут люди в комментариях, да, потому что местных организаций не так много на самом деле. Ну, их много, конечно, но это достаточно специфичная организация, потому что там это… Это профсоюзы. Это профсоюзы, это общество инвалидов, это общество охотников, это общество ветеранов. Вот. Вот четыре наиболее крупных сетки вот таких местных организаций, и, конечно, тем, кто занимается в других сферах деятельности, приходилось подбирать себе организацию, которые, к сожалению, это ограничение, которое было введено модельным законом Российской Федерации для региональных общественных палат. Мы в свое время еще с предыдущим руководителем общественной палаты России там дискутировали и в Москве, и здесь, когда он приезжал… С Александром Причаловым, да? Да, да. Мы дискутировали о том, что не стоит таким образом в третьей трети ограничивать возможность других общественных объединений выдвигать своих кандидатов. Ну, позиция Федеральной палаты тогда состояла в том, что это должно инициировать, собственно говоря, там развитие вот этой местной общественной активности формирования местных общественных объединений. Ну, практикой нашего региона и других регионов, которые столкнулись с реализацией и такой модель формирования общественной палаты говорит о том, что это не способствует, в общем, как бы особой активизации местных общественных объединений. А некоторые люди, которые могли бы войти в общественную палату, теряют… Да, они этот фильтр, так его назовем, не проходят, не могут подобрать, либо там оказываются неправильно прочитав определенные нормы законодательства. Поэтому уже сейчас на федеральном уровне идет, собственно говоря, разговор о том, что надо скорректировать этот формат. Ну, к сожалению, вот такой методом проб и ошибок, что называется, наверное, возникает какой-то все-таки более-менее оптимальный механизм. Но имеем то, что имеем. Есть люди, которые не прошли из-за того, что были ошибки в документах, тех, которых вам бы хотелось видеть в новом составе общественной палаты? Мы можем сейчас имена назвать или это какая-то закрытая информация? Мне… Эта информация не закрытая, но я, наверное, там морально не имею права называть этих людей, с точки зрения… Нет, называть этих людей, потому что, если они посчитают нужными, они сами об этом проинформируют. Мы дали им официальный ответ от общественной палаты о том, что их заявление не соответствует по формальным признакам, требованиям законодательства. Они, если сочтут нужным, об этом заявят. Сказать, что там кто-то не попадет в палату, потому что неправильно заполнил документы, мне морально не очень хотелось этого делать. Мне кажется, каждый человек должен сам это сказать. Но я еще раз повторюсь, то есть из 32 заявлений, 6 мы вынуждены были не включить в состав, в перечень бюллетеня для голосования, по причине как раз несоответствия требованиям законодательства. 26 человек, список перед вами. Ну, я понимаю, что кандидатов мы оценивать не можем, да, но тем не менее, вот общий список вы как оцениваете? То есть люди, которые заявились… Вот я вижу, да, организации, от которых они заявляются, это не те организации, в которых эти люди работают, да. То есть мы… В чьи интересы представлены… Мы знаем многих этих людей в совершенно ином статусе, в совершенно ином качестве. Ну, это то, о чем я сказал, это вот необходимость соответствовать требованиям законодательства, не отражающая реальной ситуации, так скажем, собственно говоря. Вот это и надо корректировать. Мне кажется, что третья треть, будучи, так называем, ну, так скажем, общественной третью, да, первая губернаторская, вторая Зак Собрания, третья, как раз, общественная, она должна без ограничений быть с точки зрения инициаторов выдвижения кандидата, без каких-либо ограничений. Ну, напомню, что наша позиция вообще состояла в том, что в свое время наша же общественная палата, когда мы занимались, собственно говоря, собственным законом, она состояла из четырех, ну, вернее, так скажем, четыре четверти, да, то есть четверть губернатор, четверть Зак Собрания, и две четверти – это общественная организация. Мы считали это более правильным с точки зрения, вот так скажем, определённого среза, да. Сущности общественной палаты, и, конечно, для нас вот принятие того модельного закона, который распространил типовые требования на региональные общественные палаты, было не самым лучшим шагом. Есть регионы, для которых этот закон сработал очень хорошо, потому что были регионы, где общественной части вообще не было. Ну, как это? Ну, вот так вот. Общественную палату формировал губернатор Зак Собрания, где два по пятьдесят процента. Потому что… Это на уровне местного законодательства? Это регулировалось раньше на уровне местного законодательства. Был, например, Санкт-Петербург, в котором общественную палату полностью формировал губернатор. Поэтому для кого-то из регионов закон пошёл на пользу. Для нас он, скажем так, сжал… Возможности общественные. Те возможности, которые у нас были, ну, что делать? Мы работаем в таранках того законодательства, которое имеем. Со своей стороны, там, как представитель региона, в общественной палате России, я уже говорил, что и с Бричалом об этом разговаривал. И сейчас мы продолжаем с водеем этот диалог о необходимости всё-таки корректировки. Но сходимся в том, что надо, наверное, всё-таки пройти там цикл формирования в стране в целом. И уже там на основе анализа этих результатов, там, корректировать законодательство. Хорошо. Ещё вот маленький вопрос по общественной палате. Всё равно список мы уже видим. 32 человека известны. 26. 26. Нет, 32 человека, которые уже в общественной палате, которые будут выбирать 16 оставшихся. Да, и вот эти вот 26 человек, на Ваш взгляд, вот сильная ротация произошла? Я могу количественно сказать, в данном списке 14 представителей общественной палаты третьего созыва и 12 новых кандидатов. Из 26? Из 26, соответственно. Что касается первых, двух, третий тоже, если там кто-то интересовался и посмотрел, то там одинаковая ситуация и по списку губернатора, и по списку законсобрания. 10 человек представляют общественную палату предыдущего созыва, некоторые из них уже несколько созывов, и 6 человек новых. Я считаю, что вот нам... 20 из 32, это уже люди с опытом. Да, и я считаю, ориентируясь на свой опыт руководства общественной палаты в своё время, будучи секретарем в двух созывах, я считаю, что это хороший такой процент ротации. Я в своё время оценивал его на уровне, там, необходимости, а то на уровне от 30 до 40 процентов. Ну, здесь мы имеем, там, 6 из 16, то есть примерно как раз в этих рамках. Большая ротация, больший процент приведёт к тому, что не имея, собственно говоря, там, опыта работы, формата работы в общественной палате, достаточно долгое время уйдёт только на то, чтобы в эту тему погрузиться, что называется, и определиться с этим форматом. Меньший процент, там, если менять, грубо говоря, там, из 16 человек 2-3, приведёт к тому, что не будет, там, свежей крови, да? Не будет новых инициатив, не будет вот этого освежения. Поэтому, на мой взгляд, вот ротация в таких процентных рамках, она как раз там соответствует необходимости. Ну, а что будет, что касаться будет 3-й, 3-й, ну, мы узнаем 17-го числа, когда пройдёт, там, рейтинговое голосование. Голосование закрытое, напомню, да, по бюллетеням, тайное. Не берусь, собственно говоря, там, предсказать результаты. Вечеру 17-го числа всё будет известно. Да, да, да. Не берусь предсказать результаты, но у меня почему-то такое ощущение, что примерно, там, в пропорции 9 к 7 будет. Что вы имеете в виду 9 к 7? Я имею в виду 9 старичков и 7 новичков. 9 опытных людей и 7 новых. Я в кавычки взяла, да, эти два слова. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, член Общественной палаты Кировской области в нашей студии. Сделаем паузу на рекламу и вернёмся. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, член Общественной палаты Кировской области в нашей студии, вице-президент Торгово-промышленной палаты. И мы продолжаем. Андрей Леонидович вернулся из Ижевска, куда ездил по своим делам. Я бы хотела его спросить. Вот вчера буквально вы вечером приехали, да, у вас не было желания заплакать, когда вы в Киров ехали, вот не знаю, там, от счастья или от ограбчения, потому что нас Киров как-то ругает и говорят, что в сравнении с соседями мы очень сильно проигрываем. Татарстану точно, а Удмуртии? Ну, я думаю, что надо сравнивать, что называется, сопоставимые вещи, да, поэтому Татарстану сложно не проиграть с учетом их ресурсов, их бюджетов и всего остального. Хотя, конечно, нельзя скидывать со счетов их культуру, их ментальность. И крепкие каменные дома на границе Кировской области и Республики Татарстан. И их отношения, да, конечно. Ну, по опыту поездки в Ижевск могу сказать, что, собственно говоря, там, возвращаясь, не плакать, не радоваться не хотелось, но Ижевск, это не первый раз там был, хотя предыдущая поездка была несколько лет назад. Центр, конечно, несколько там изменился, благоустроен, но и наш центр точно так же изменился и благоустраивался. Да, у них более такая комфортная набережная, на мой взгляд, потому что она приближена к уровню воды, и она соответствует набережной. Не такая высокая, как у нас, но и наша набережная сейчас очень достойная, и мы с удовольствием показываем ее нашим гостям. Поэтому Ижевск удивил отсутствием людей, что очень странно, вот такое впечатление, проехав по нему достаточно там много. В будний день? В будний день мы практически не видели людей. Очень немногие людей просто находятся на улицах, даже в центре. Просто какие-то Арабские Эмираты, может там жарко просто очень? Нет, мы поспрашивали местных, собственно говоря, об этом. Они говорят, ну а как, все на работе? А, вон оно как. То есть мы были в течение дня, дневное время, там с обеда до вечера, до конца рабочего дня, и в общем людей на улицах очень немало. А провода на улицах есть, Андрей Леонидович? Провода есть. Ага, то есть у них не убраны провода под землю? Провода в Ижевске есть. Ижевск точно такой же промышленный город, а может быть даже еще больше, чем наш. Там очень много промышленных предприятий, которые разбросаны так или иначе по городу. Они в неплохом состоянии сейчас находятся и с точки зрения внешнего, и с точки зрения своей деятельности. Поэтому, наверное, вот большинство людей, собственно говоря, там на производстве-то и есть. Но общее ощущение от Ижевска, ну я бы вообще не смог чем-либо акцентировать в отличие от Кирова. Да, у них тоже точно так же там массово ремонтируются дороги. Ижевск, как город помоложе, он попросторнее. Он расположен на большей площади, во-первых. Во-вторых, у них значительная часть дорог внутригородских поширен. От этого такое ощущение простора есть. Но общее состояние города, ну еще раз говорю... Не проигрываем. Не сказать, что мы... Да, какие-то есть отличия. Здесь я в свое время, там, порядка десяти, наверное, лет назад шутил о том, что есть единственный город на земле, откуда я с удовольствием возвращаюсь к Кирову. И это был Сыктывкар. Потому что из Сыктывкара очень хотелось в свое время вернуться в Киров. Давно там не было. Говорят, что и Сыктывкар в этом смысле изменился. Мне кажется, что вот эти программы БКД, те деньги на дороги, которые выделяются, они все-таки способствуют тому, что города приводятся в нормальное состояние. Но если возвращаться к началу вопроса относительно сравнения, то мы понимаем, что если смотреть на лидеров городской среды России... Москва, Татарстан... Я скажу про Москву, в которой достаточно часто бываю, и в различных форматах. Конечно, то, в каком формате Москва благоустраивает городскую среду, даже в рядовых микрорайонах массовой застройки, находящихся за кольцевой дорогой. Мы говорим вот просто про массовую застройку. За полтора-два часа езды от центра города, да. Ну, там, я просто говорю про то, что это микрорайон массовой застройки, достаточно бюджетное жилье. Но качество создаваемой среды, ну, конечно, там на поколение, что называется, там опережает... То есть наши даже новые микрорайоны проигрывают в этом смысле, да? Да, к сожалению, да, потому что там подходы другие, ну, там ресурсы другие, несомненно, но там подходы другие сами. Да, то есть само проектирование городской среды, сама ее ориентированность, использование материалов, малых там форм, детских городков и всего, это там опережающая, там, большинство из российских городов на поколение история. И надо ориентироваться на это. Надо ориентироваться, надо это брать. Подождите, ну, вот все говорят, у нас никогда не будет таких денег, как в Москве. Зачем нам на это ориентироваться? Мы такое у себя не сделаем никогда. И вообще, кому надо, тот в Москву уедет. Не удержать его детской площадкой в Кирове. Ну, тоже не соглашусь. Есть целый ряд людей, которые уехали, и мне они известны. Есть целый ряд людей, с которыми я общаюсь, которые говорят, ну, мы не хотим уезжать. А есть те, кто вернулся, кого Москва не приняла и кто Москву не принял. И вопрос там не в деньгах. Те, например, решения, там, вопросов городской среды, которые я видел, ну, если, конечно, не брать парк Зарядье, там, да, с бюджетом сопоставимым, с бюджетом, там, двух лет нашего города, если не больше, то те примеры, которые я видел, они вполне по стоимости, на мой взгляд, доступны. Мы не сможем их там массово тиражировать, как это происходит в Москве, но мы можем их постепенно внедрять, брать те решения, которые действительно там качественные, комфортные, и их применять за счет тех денег, которые у нас есть. Просто надо изменить наши подходы к этому и само сознание того, какой должна быть городская среда. Ну, в этом смысле там определенные действия предпринимаются ведь с точки зрения и проведения мероприятий, там, и приглашения специалистов в этой сфере. Поэтому уже хотелось бы, чтобы вот это превращалось в конкретные примеры. Пусть это будут разовые вещи. Но, понимая, как это может быть, в других местах уже будут тоже на это ориентироваться. Потому что пока там кто-то съездил в Москву, посмотрел, надо, чтобы это было здесь. И было понимание того, какой может быть городская среда для наших жителей. То есть, условно говоря, один застройщик строит так, как надо. Другие берут пример, потому что это установится уже историей преимущества в рыночной конкуренции. Как вам движение, которое предпринимается главой администрации Ильей Шульгиным в направлении приведения нашего города? Ну, хотя бы немножечко приближенности его к крупным городам России. Вот эта история с проводами, да, которые, не знаю, уберут или нет, но, по крайней мере, идея такая возникла. И в администрации уже посчитали, что на все на это, чтобы освободить небо Кирова, особенно в исторической части, от проводов, мешающих, потребуется 400 миллионов рублей. Надо нам это или нет? Ну, мне сложно, вернее, даже невозможно давать оценку расчетам, потому что это не моя сфера, что называется, мне сложно оценить. Меня в этой ситуации... Вот если мы берем 400 миллионов и провода, вот убрать провода и заплатить 400 миллионов, или оставить провода и 400 миллионов на что-то другое? Я в этой ситуации начал говорить бы, наверное, несколько о другом. Мне очень импонирует то, что этот разговор возник практически параллельно с разговором о перекладке достаточно серьезной других видов коммуникации и о создании, ну, о воссоздании или, зачастую, о создании заново ливневой канализации. Потому что это абсолютно, на мой взгляд, правильный подход с точки зрения того, что если уж делать, так делать все вместе. Потому что если сейчас, условно говоря, заняться ливневой канализацией и не предусмотреть, и так перекапывая полгорода и восстанавливая ее по современным технологиям в каналах, соответствующих всему, и не предусмотреть перемещение совместно с этим других коммуникаций, тех же проводов, то потом мы будем платить дважды и трижды за это. Переложим ливневку, потом займемся проводами снова раскапывать, и потом КТК и ККС будут продолжать свои инвест-программы или какие-то другие структуры. Вот, на мой взгляд, надо, еще раз говорю, мне эта идея нравится тем, что она обсуждается параллельно и комплексно. Надо собрать вообще все возможные виды коммуникаций различного рода, которые, так скажем, пронизывают наш город, и посмотреть наиболее оптимальный вариант их комплексного объединения и заведения под землю. То есть история с отсутствием проводов в небе вам нравится? Несомненно, потому что это, собственно говоря, комфортная среда, в которой мы будем жить. То есть, во-первых, комфортная, во-вторых, безопасная, да, там, с точки зрения порывов, надрывов. В-третьих, обеспечивающая большую бесперебойность, собственно говоря, того, что по этим проводам происходит. Потому что те ветра и ураганы, которые периодически у нас возникают, в общем, последствия их всем нам известны. Так, еще одна тема. Ну, вот у нас буквально две минуты остается. Мы ее со всеми нашими спикерами обсуждаем, потому что мы, конечно, очень рады со своей стороны. Мы долго об этом говорили, много, да. Накануне Александр Чурин, первый зампред областного правительства, признал, что решение о разводе с авиакомпанией «Победа» города Кирова и Кировской области было ошибкой. Было ошибочным решением. «Победа» возвращается в конце октября. И я вас, как человек, который часто летает, хотела спросить. Вы на сайте наверняка были, цены на билеты видели. На ваш взгляд... А, уже купили. На ваш взгляд, вот те цены, которые есть, я вижу сейчас там 2 тысячи рублей, 3 тысячи рублей, 4 тысячи рублей, это все-таки маленькая цена, но небольшая цена для Кирова, или значительная. Мы помним, что «Победа», когда сюда заходила, летала за меньшие деньги раз. И сейчас я напоминаю всем нашим слушателям, на «Победе» уже есть ограничения. Если раньше можно было провести 10 килограммов багажа, то сейчас можно бесплатно провести только 5 килограммов ручной клади. Там не такая история. Там можно провести любой вес. В портпледе. Нет, в портпледе они тоже прикрыли историю. Там ограничен размер ручной клади. 30 на 36 на 20. А вес, может быть, любой, он не взвешивается. Как заявил Калмаков... Слиток золота можно провести. Ну, как заявил Калмаков, везите хоть гирю. Хотя... Главное, чтобы влезли. История в интернете показала, что это не так. Ну, несомненно, я положительно оцениваю возвращение победы на маршрут Москва-Киров, хотя... 3-4 тысячи рублей для кировчан. Это приемлемая цена в массовом сегменте или нет? Я считаю, что приемлемая, потому что это сопоставимо в среднем с стоимостью плацкарта в Вятке. Вы посмотрите сейчас цену на ЖД-билет. Если вы хотите съездить в Москву, в ЖД, в плацкарте, готовьте порядка 5-6 тысяч рублей туда-обратно. А в купе, я вам скажу больше, это уже там... По некоторым датам это порядка 6,5 тысяч рублей в одну сторону. То есть это 13 тысяч рублей туда-обратно в купе. Такие цены. Я ощущаю себя жителем Сибири сейчас, честно говоря, да? Который в Москву выбирается раз в 10 лет. Да, я скорее ощущаю себя жителем какого-то высокодоходного региона, в котором там средний уровень жизни очень высокий. Мы можем себе это позволить. Поэтому полет в Москву в среднем, там, я посмотрел по ценам туда-обратно, если брать это порядка 6-7 тысяч, это как купе в одну сторону, я вам скажу. Поэтому я оцениваю, что это, конечно, хороший результат. Но у меня есть ряд вопросов. Какие? Во-первых, слоты, то есть время рейсов. Не очень... Ну, с одной стороны, в принципе, вроде как удобно вечером и в Москву, и вечером из Москвы. Но одним днем в Москву съездить уже не получается. Мы все равно получаем ситуацию необходимости к ночевке в Москве. Не очень удобно. Обещают, что утренние рейсы тоже могут вернуться. Мы очень на это надеемся. Я думаю, что на это надеются все. Второй вопрос, который у меня есть. Не возник, не получится ли ситуация, что с приходом побед уйдет Руслайн, и мы получим один рейс в Москву в день. Вот это меня беспокоит, потому что... Это плохо. Это, несомненно, плохо, потому что сообщение с Москвой должно иметь характер регулярный, как минимум три раза в день. Если мы посмотрим на все более-менее развитые региональные центры, сопоставимые, опять же, с нами, это везде возможность выбрать тот рейс, когда ты полетишь в Москву утром, днем или вечером. Хотя бы, как сейчас это делает Руслайн, но за совершенно бешеные деньги. Вот с победой надо продолжать вести работу над тем, чтобы их время полета было, так скажем, подстроено под интересы кировчан. Потому что если останется победа с вечерними рейсами, и уйдет Руслайн, у которого, несомненно, упадет пассажиропоток, я боюсь, что это тоже будет не очень удобно. Потому что раз в сутки слетать в Москву, это не самый оптимальный вариант. Андрей Юсенко, представитель Кировской области в Общественной палате России, вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты, был в нашей студии с особым мнением. Время наше истекает. Прощай. Спасибо. До свидания.